Следственный комитет России подключился к выяснению обстоятельств совершенно дикого случая жестокости в Ростовской области. Там местный уголовник держал на цепи своего 70-летнего тестя-инвалида. Слепой старик несколько суток провел под палещим солнцем. При этом его ежедневно избивали. Удивительно, но, как выяснили сыщики, соседи это видели и слышали. Однако, все, на что их хватило, тихое сострадание. 70-летний Михаил Безродный в очередной раз спрашивает у врачей, когда к нему придет жена. Зная, что супруга пенсионера умерла несколько месяцев назад, медики отвечают уклончиво. Врачи говорят, провалы в памяти пациента это результат сильнейшей психологической травмы. Пенсионер пять дней провел на улице, прикованный к дереву. Поступил в тяжелом состоянии после длительного голодания, истощенный, кахексичный. С температурой больной. Мы проводим умолечение сейчас. Пациент под круглосуточным наблюдением врачей. У него отдельная палата, телевизор, мягкая кровать. А вот так выглядит место, где стражи порядка обнаружили Михаила Безродного. Старый матрас у дерева и трехметровая цепь, которой раньше привязывали собаку. Дерево растет во дворе дома, который принадлежит дочери Михаила Безродного и ее супругу. Они, так как считают следователи, и посадили пожилого родственника на цепь. Ничем не кормили и лишь изредка приносили воду. На пятый день пенсионер начал звать на помощь. Его крики услышали соседи. Они вызвали полицейских. Пожилого мужчину на скорой доставили в больницу. Супругов перепитаяла, задержали. Следить за домом осталась их 18-летняя дочь. Девушка говорит, дед вел себя неадекватно. Он себя не мог вести. Вот его, вот бабалу не давал, он себе заболу поломал. И тогда супруги нашли способ ограничить передвижение пенсионера. Не выдержали они якобы, пока их позиция на сегодняшний день заключается в том, что они не выдержали поведения своего отца. Якобы оно было неординарное. Ввиду чего 28-го числа он был привязан по обоюдной договоренности между его же дочерью и мужем. Был привязан к дереву шуковицы с собачьей цепью. И где находился по 1-й 08-й, пока не был освобожден сотрудниками милиции. Идея, как выяснилось, принадлежала Ивану. Елена поддержала. После допроса женщину отпустили под подписку о невыезде. Ее супруга на время следствия решили взять под стражу. Свою вину он не признал. Почему вас задержали, скажите? Не знаю. Ну а правда, что человек у вас сидел в огороде на цепи? Мне сказали, без комментариев. Я никому ничего говорить не буду. Супругам теперь грозит тюремный срок до 5 лет. Иван, как выяснилось, уже был несколько раз судим. Пенсионер Михаил Безродный пройдет в больнице еще как минимум 2 недели. После этого его, скорее всего, отправят в дом престарелых. Алексей Клюкин, Андрей Ткаченко и Максим Беликов. Телекомпания НТВ. Ростовская область.